Для читателей Сарагашской районы библиотеки сегодня необычный день. Книжный фонд пополнился сразу на 800 книг. Это произведения казахских классиков, зарубежная литература и книги о бизнесе. Причем сразу на трех языках. Заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей Атамикен Нуржан Альтаев решил превратить сельские библиотеки в современный центр чтения и досуга молодежи. А потому не ограничился новыми книгами, а закупил сразу и мебель и оргтехнику. Не оставил без внимания читателей и лично подписал каждую книгу. В дальнейшем мы планируем в эти библиотеки привозить, во-первых, тренеров, которые будут учить бизнесу, молодежь, и во-вторых, мы будем привозить сюда каких-то известных людей, известных наших молодых миллионеров, чтобы они на своем опыте рассказали о своем опыте, как они этого добились. Это простые ребята, тоже Саулов, которым никто не помогал, к ним богатство это не свалилось на голову. Они сами своим трудом этого всего добивались. Я хочу, чтобы эти наши молодые миллионеры делились своим опытом и показывали на своем примере, что каждый, в принципе, из аула может этого достичь. На сегодняшний день в Сарагашской районе библиотеки книжный фонд составляет 630 тысяч экземпляров. Постоянных читателей порядка 20 тысяч. Одна из них Шолдус Жуман. Девушка работает психологом в колледже. В свободное время предпочитает изучать произведения классиков и осваивать бизнес-навыки. Я рада, что здесь появилось столько интересных книг. В первую очередь хочу прочесть пособия для развития собственного бизнеса, а затем прочитаю книги казахских классиков. Движение «Читающая нация», инициатором которой стал Нуржан Альтаев, стартовало в октябре нынешнего года в Толиби. Затем акция нашла продолжение в селе Коши Акмолинской области. Сам заместитель председателя признается, что в месяц читает несколько книг. В данный момент на его столе пособия по бизнесу и произведения Иосифа Бродского. По мнению Альтаева, чтение развивает фантазию, мышление и воображение, что необходимо для успешного человека.